приветствую вас дорогие друзья с вами павел и вы находитесь на канале ппк сегодня у меня на обзоре новинка от янг ноу это я n 23 миллиметра f1 и 4 про и опять-таки приставка про здесь не просто так запись ведется именно на него сейчас поэтому в руках у меня его нет и в принципе все видео будет вестись на этот объектив диафрагма f1 и 4 стоит n d4 чтобы понизить экспозицию и сделать правильную выдержку собственно автофокус по глазам 4k z50 что же касается этого объектива то собран и в целом этот объектив такой же как янг ноу 33 f1 и 4 который уже ранее был у меня на канале то есть у этого объектива довольно хорошая резкость уже с открытых диафрагм и если вам нужно именно хорошее поле резкости то в целом не обязательно прям прикрываться но поскольку это все-таки широкоугольный объектив а с широкоугольными объективами как мы знаем есть проблема на открытых диафрагмах и идеально ровным полем резкости то есть если на какой-нибудь около портретник 50 75 85 и тому подобное в этом плане в оптикостроении довольно легко сделать объектив резкий по всему полю то с широкими углами чем шире они тем это сложнее сделать но сразу же скажу что этот объектив из тех что у меня были собственно это родной 24 f1 и 7 и вилтроx 23 1 и 4 этот объектив на голову их выше если говорить про резкость что касается фокусировки то тут плюс-минус они одинаковые и какого-то отличия нет целом я могу сказать что все современные объективы что родные что китайские сторонних производители фокусируются достаточно хорошо как фото и видео есть возможно какие-то погрешности где у нас объектив может чуть-чуть где-то что-то промазать но в целом грубо говоря они все там на 9 из 10 плюс минус также как и объектива 33 миллиметра он имеет вай-фай и к нему в комплекте можно докупить отдельный модуль благодаря которому можно управлять диафрагмой и фокусировкой удаленно с помощью этого модуля он имеет два кольца как отдельное кольцо фокусировки конечно же электромеханическое так и настраиваемое кольцо как в прошлых объективах s-line на nikon z также он имеет еще две дополнительные кнопки fn и непосредственно кнопку переключения фокусировки и она же еще имеет вторую функцию кнопку включения выключения вай фая в объективе то есть и того у нас получается помимо фокусировочного кольца еще три назначаемые кнопки и одна стандартная на fmf вес его составляет 360 грамм по размеру он плюс минус как тот же 33 1 и 4 и по весу диаметр под передний светофильтр 58 миллиметров что хорошо и плюс так как купив пару этих объективов вы можете использовать один светофильтр в том числе как и у меня на камере nikon z 50 как я уже сто раз говорил своих видео стандартная проблема это с пересветом в том плане что у нас выдержка 1 4 тысячная и и со 100 минимальная соответственно даже с нд 4 а это минус 2 стопа то есть если в эквиваленте диафрагмы говорить то это 16 182 и 2 и 2 2 и 5 2 и 8 то есть даже с объективом 2 и 8 яркий солнечный день каких-то ситуациях у нас моргает вспышка 1 4 тысячная выдержка и свидетельствует о пересвете то есть это огромный минус надеюсь z 52 который вроде как уже анонсировали этот косяк исправят что же касается бокешки то поскольку у нас довольно широкий угол то есть 23 миллиметра и все-таки это кроп камера хоть и диафрагма относится к сверх светосильным как мы видим бокешка да присутствует но только скажем так при довольно крупных объектах то есть если я сейчас попробую приблизиться за одной посмотрим как у нас работает автофокус серёга посмотрим как автофокус работает заодно посмотрим как работает автофокус и увидим насколько меняется боке mdf этого объектива 30 сантиметров то есть я не знаю до какого момента он будет фокусироваться но что-то вроде того ну и соответственно когда мы меняем масштаб и у нас кадр становится более широкий то собственно грипп становится шире и бокешка уже не такая приятная не ощутимая кстати диафрагма у нас тут 9 лепестковая оптическая схема построена по принципу 11 9 при этом у нас есть специальные элементы у нас есть ультра низкодисперсионные элементы и hr элементы так графики mtms графики mtf сейчас перед вами минимальное значение диафрагмы f16 и в принципе для кроп камеры этого более чем достаточно я даже в целом не знаю кто в здравом уме на кроп камере закрывается до f16 если речь не идет про макро но этот объектив не про макро в принципе в пейзаже даже на кроп камеры я думаю что больше чем до f11 закрываться смысла особого нет может каких-то ультра редких и 0 1 процентов в событиях придется закрываться больше чем на f11 что же касается виньетки и в целом качество оптики то здесь она достаточно хорошая то есть это не дешевый 24 1 и 7 родной никоновский зедовский объектив то есть он отлично держит контровой свет да у него есть легкие солнечные зайчики но лютого падения контраста как например у опять-таки родного 24 1 и 7 здесь нет то есть с этим у нас все в порядке но по размеру конечно этот объектив практически чуть ли не в три раза больше чем родное решение и имеет металлический bayonet конечно же usb type-c для обновления прошивки автофокус видео как вы видите работает хорошо я конкретно видео и на него еще прям не снимал но в целом тестировал проверял и опять таки как скажу он работает плюс минус как все объективы то есть если вы ищете какой-то конкретный объектив по автофокуса выбираете то в целом я могу сказать что по крайней мере из тех что у меня были на канале вы можете выбирать любой а дальше уже смотреть на диафрагму фокусная и тому подобное что касается цены на этот объектив то в целом он плюс минус стоит как родное решение от nikon z но как по мне если не брать в расчет именно размеры и компактность если это вообще не брать в расчет то он во всем лучше этого объектива так как за ту же цену мы получаем практически идеальный да может быть в каком-то смысле сухой объектив так как за счет того что это про серия и она можно сказать как с line у nikon z то есть объективы довольно скучные простые резкие информативные то есть от этого объектива мы знаем чего мы ждем то есть куда бы мы не направили у нас контраст не пропадет в отличие например от того же 28 75 до которого я никак не могу добраться то есть каких-то случаях когда я снимаю в полу контровом свете у меня отличный кадр чуть-чуть поменял угол чуть-чуть где-то залетело солнышко все у меня огромная засветка на пол кадра и если в каких-то ситуациях она добавляет шарма снимком то в каких-то где нужна сугубо информативность он снимок портит и убрать ее уже на посте не получается то есть без потери качества и без потери так сказать однородности снимков во всей серии то есть если у нас шли строго четкие красивые снимки потом раз один какой-то с блеклым контрастом как будто у нас какая-то дешевая оптика собственно этим nikon и разграничили с line от обычной линии но это я чуть-чуть углубился в детали примеры будет как всегда по ссылочке в описании вам как всегда спасибо за просмотр здоровья вам и вашим близким всем удачи и пока